Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, Майкл Маглоун говорит, что я верю в успех биткоина и эфириума. Аналитик издания Bloomberg оказался впечатлен стойкостью биткоина и эфириума на фоне падения крипторынка и заявил, что верит в будущее топовых цифровых валют. Он считает, что криптовалюты, несмотря на не слишком удачный 22-й год, все сильнее закрепляются в уме инвесторов. И все больше товарных трейдеров обращают внимание на цифровые активы. У товаров есть проблемы с эластичностью спроса и предложения. Производители всегда смогут создать больше товаров за меньшие деньги, ну или надеяться на глупость людей. В криптовалютах все по-другому. Количество доступных эфириумов и биткоинов снижается, а принятие их все еще незначительное. Майкл Маглоун полагает, что курсы биткоина и эфириума, скорее всего, значительно вырастут. И я полностью уверен, говорит он, что биткоин и эфириум покажут себя лучше других активов, но на них все равно будет оказаться давление при падении фондового рынка. Также еще Forbes пишет, что Binance столкнулась с массовым оттоком активов, и за последние два месяца она потеряла около 12 миллиардов долларов. Расследование Forbes показало, что на самом деле Binance потерял 15% своих активов после публикации главы Binance в Твиттер, когда он преуменьшил вывод средств. И по мнению Forbes, дефицит доверия среди инвесторов лучше всего демонстрирует динамика BNB коина и Binance USD. 1 с ноября потерял 29% своей стоимости, и согласно оценкам издания, на бирже осталось около 29 миллионов BNB, что на 51% меньше, чем указывалось в перечне криптовалютных резервов от 10 ноября. А также количество стейблкоинов BUSD на платформе сократилось на 40% в период с 4 ноября по 4 января. Издание также обратило внимание на расхождение в оценках баланса кошельков платформы разными аналитическими фирмами. Так, количество удерживаемых монет резко варьировалось от 287 тысяч биткоинов до 577 тысяч. Издание пришло к выводу, что биржа переживает мягкий банкран, то есть когда клиенты массово снимают свои средства из-за страха, который может усиливаться. Также еще одна новость – Amazon Web Services переводит учреждения на блокчейн. Так, крупнейший в мире поставщик облачных вычислений сотрудничает с Avalabs, компанией, стоящей за блокчейном Avalanche, AVAX, чтобы помочь масштабировать внедрение блокчейна для широкого круга учреждений, включая правительство и предприятия. И это внедрение является важным шагом на пути к более широкому внедрению технологий блокчейн, поскольку оно делает создание, разработку и работу с технологией гораздо более доступной как для отдельных лиц, так и для организации. И у нас есть более 500 приложений в сети Avalanche, и мы хотели бы улучшить их работу, и теперь у нас есть настоящее партнерство, которое мы можем направить на программу Activate. И данное партнерство знаменуется собой начало новой эры внедрения блокчейна. Также я хочу пройтись по новостям в твиттере. Так, Мария Магдалена пишет, в тот же день, когда произошло распространение Flair, а как вы знаете, Flair переводится как вспышка, NASA написала в твиттере, что солнце произвело сильную солнечную вспышку 9 января 2023 года, достигнув пика в 13.50 по восточному времени. И обсерваторе солнечной динамики NASA сделал снимки события, которое было классифицировано как X1.9. Это очень интересное наблюдение. Может оказаться, что Flair – это очень непростая криптовалюта. Также еще игрок крипты пишет, что XRP находится внутри Бермудского треугольника. Метафорически говоря, больше таких цен может не быть, потому что если предыдущее ценовое действие изменится на текущее ценовое действие, то XRP станет ракетой. Xenon пишет, что немногие компании готовы перенести свои серверы и сервисы в сеть блокчейна, поэтому из-за киберпандемии они будут вынуждены продвигаться вперед с передовой технологией блокчейна. Блогер Черный Лебедь Капиталист пишет, что XRP – это финансовый инструмент, предназначенный для обслуживания мирового рынка. Вот почему центральные банки позиционируют себя с помощью компании Ripple. И я считаю, что это не случайно, пишет он. Пользователь Emily пишет, если вы сейчас в XRP, вы один из самых удачливых людей в мире. Вы просто этого еще не знаете. И в заключении видео блогер CryptoKit пишет, больше денег дает вам больше возможностей. Это вся мотивация, которая вам нужна, чтобы продолжать строить лучшее финансовое будущее для себя. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Кто хочет, может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok